Всем привет, друзья! В каких странах можно больше зарабатывать, меньше тратить на качественную и вкусную еду, и почему вообще сегодня стоит ехать на заработки за границу? Тема актуальная, особенно на фоне растущих цен в наших странах и безумном темпе инфляции. По итогам августа этого года ее уровень в России достиг 6,7%, сообщил Росстат. Это новое максимальное значение за последние пять лет. В Беларуси в июле 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 8,1%. В Казахстане по итогам только июня годовой уровень инфляции составил 7,9%. А Кыргызстан вообще побил новые рекорды роста цен, и по данным Национального статистического комитета составляет 9,7%, показывая ежемесячный рост. Девальвация наших национальных валют, рубля, сумма, сумма подталкивает людей на выбор стабильных стран для работы. Или кто-то еще надеется на экономическое чудо в своей стране? Итак, мы уже делали небольшой обзор цен на продукты в США в знаменитом Нью-Йорке, и сегодня переместимся в столицу Польши – Варшаву, и покажем, что там можно купить на 100 долларов. Это, кстати, в среднем тратит один приезжий в месяц, и составляет не более 7% от месячной зарплаты. Немного позже мы сравним цены и зарплаты в США и в Германии, в Норвегии и в Канаде, и я обещаю, сделаем еще много интересных тематических опросов. А сейчас переместимся в Варшаву. Итак, поехали! Мы в Польше. Приглашаю вас отправиться в продуктовый магазин в одном из спальных районов Варшавы. Что мы сможем купить в европейской столице на 100 долларов? Начнем с моих любимых овощей и фруктов. Огурцы 6 штук – 1 доллар 50 центов. Яблоки 1 килограмм – 80 центов. Сладкий перец 4 штуки – 1 доллар 28 центов. Романский салат 3 штуки – 1 доллар. Груши 1 килограмм – 1 доллар 38 центов. Бананы 1 килограмм – 1 доллар 2 цента. Морковь 1 килограмм – 64 цента. Помидоры 1 килограмм – 1 доллар 28 центов. Репчатый лук 1 килограмм – 69 центов. Картофель 1 килограмм – 43 цента. Употребляете молочные продукты? Органическое молоко – 1 литр – 1 доллар. Йогурт 6 стаканчиков – 1 доллар 39 центов. Сыр моцарелла 450 граммов – 2 доллара 30 центов. Творог 420 граммов – 1 доллар 48 центов. Сливочное масло 200 граммов – 1 доллар 28 центов. А теперь самое необходимое. Яйца 10 штук – 1 доллар 66 центов. Чай черный в пакетиках – 100 штук – 1 доллар. Ржаной хлеб 450 граммов – 89 центов. Овсяные хлопья 500 граммов – 51 цент. Соль 1 килограмм – 51 цент. Сахар 1 килограмм – 64 цента. Хотите мясо? Говядина 1 килограмм – 6 долларов 48 центов. Куриные бедра 1 килограмм – 4 доллара. В местные магазины заходят в основном докупить десяток яиц или хлеб. Обычно же люди ездят в крупные загородные магазины. Допустим, я отправляюсь пополнить запасы холодильника в большой магазин. Костка, Ашан, Бедронка, Лидл, Кэрфул, Кауфлэнд. Это аналог нашего метра. У меня годовая карта. Продукты в этом магазине с супругой покупаем мелким оптом. Это огромная экономия, примерно 20-25%. Теперь вы понимаете, почему Польша очень популярная страна для работы из СНГ. Меньше расходов равно больше доходов. Плюс бесплатное жилье от предприятия. Да и в какой стране мира можно так хорошо зарабатывать без знания иностранных языков и профессии, где самый большой процент русскоговорящих работников и координаторов. Получайте визу, приезжайте к нам. И мы покажем. Магазины, бесплатные школы для взрослых, где за год можно получить востребованную профессию в Европе. Поможем быстро пройти социальную адаптацию и, главное, обеспечим высокооплачиваемой работой. Ждем вас! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok